Звёздную дорожку кинофестиваля «Край света» открывает губернатор Соколинской области Олег Николаевич Кожемяка, супруга Киряй. На звёздную дорожку приглашается Сергей Владимирович Новожилов, киноакадемик, секретарь Союза кинематографистов России, совпредседатель Организационного комитета Соколинского международного кинофестиваля «Край света». Заместитель председателя правительства Соколинской области, заместитель председателя Организационного комитета Соколинского... ...туда, где, наверное, больше зрителей, и всё-таки все имеют право встречать наших кинематографистов, я постараюсь их вам представить. Начинают ваши земляки. Римма Николаевна Бессонова, заслуженный кинематографист России. Давайте поаплодируем почётный гражданин города Южно-Соколинска. Илья Владимирович Кичаев, директор фестиваля «Край света» и директор кинодосугового объединения. Наши замечательные звёзды, вы увидите в спектакле «Жена фильмов живой» — Максим Троцкий, Анна Анатова. Не нужно представлять этих потрясающих артистов. Мне работа Максима запомнилась в фильме моего друга Володя Шевелькова «Станица» — Аня Анатова, «Жиза Первого канала». Актёр Максим Колосов. Не первый раз на фестивале. Я хочу поздравить Макса на киношоке в фильме, он сыграл главную роль юрисмы. Получил, а точнее завтра на церемонии будет удостоен диплома за одну из лучших картин фестиваля. На звёздной дорожке Анна Пендраковская. Анна Пендраковская — сценарист, драматург и Александр Позняков. Он представляет всех ментфильмовцев. У нас специально отделена панорама киностудии «Листы», посвящённая году российского кино. Анна Пендраковская ведёт один из мастер-классов. Хочу рассказать, дорогие сахалинцы, рекордное количество слушателей записалось на мастер-классы — 1300 человек. Они будут идти по всем основным кемиологическим профессиям. Ольга Шнурова — руководитель пресс-центра фестиваля, замечательный кинокритический киновед. И все журналисты, которые приехали на фестиваль, это рук её делом. И Александра Жукова Шнурова — программный директор фестиваля. Те сто с лишним картин, которые вы увидите на фестивале — это работа в «Бессонной ночи» Александры и Ольги Жуковой Шнуровой. На дорожке конкурсанта «Петербург» — только о любви. Альмараф из нескольких картин, корткометражных, которые сняли только женщины, кинематографисты. Аксинья Гофф — режиссёр одной из «Арэл» и продюсер Наталья Дрозд. Аксинья Гофф — Джорджи Вудетнери, актёр, который снимался в фильме «Жизи Анны» и Рубер Шуазимов, который представляет свою картину здесь в «Космосе» с «Одобедьяны». Наши корейские друзья — Чан-Джи Лин и Хо Сон-Бо, кинокритик и режиссёр-конкурсант. Актёр Сергей Тимпо. Завтра вместе с другими своими коллегами он отправляется на север Соколинской области, для того, чтобы выступать перед, наверное, теми зрителями, которые больше всего нуждаются в участии кинематографистов, и вы живут далеко, всё-таки сахалинцы, вы, южно-сахалинцы, давно уже многих знаете, видите, а там это всё-таки большая редкость. Сергей Тимпо, и давайте пожелаем нашим корейским кинематографистам замечательная картина, которую они представили на суд зрителей «Удачи на конкурсе нашего фестиваля». И мы очень рады, что мы сегодня успели прилететь. Режиссёр, о котором я сказал, Чан-Джи Лин, один из известных режиссёров независимого кинематографа Южной Кореи. Ирина Цилина, заслуженная артистка России. Бывшая, можно сказать, муза Евгения Александровича Истегнеева в последние годы его жизни. И актёр Павел Новиков, замечательный актёр, которого вы наверняка знаете по сериалу «Грот». Джордж Расмуссен, датский кинорежиссёр, он совсем недавно получил приз на фестивале «Короткого метра» в Резе, на его лапе за свою картину «Байкли». Сергей Багалов, но что представляете, он не нужен множество ролей в фильмах знаменитых российских кинорежиссёров. Наталья Декана, актриса Малого театра и ваша землячка. Я надеюсь, что она встретится со зрителями и со своими дебюриками. Он секретарь исторических кинематографистов России Михаил Калинин, доцент-профессор календарственного соведения Алла Золотухина в Российской государственной исторической кинематографии имени Сергея Аполлинаевича Герасимова. Я думаю, что в нашей стране нет ни одного человека, чтобы не смотрел 17 сгновений «Весты». И я очень рад, что актриса Московского театра имени Евгения Вахтангова, заслуженные деятели искусств Польши, заслуженные артисты России, исполнители здоровья. Кого? Наверное, догадались жены Исаева Штирлица здесь, Элеонора Шашкова. Даже если бы она больше ничего не сыграла в кино, достаточно одной этой роли может быть ещё фильм о те не считают в полдень «Судьба и ошибка резидента». Иван Гришанов и Ирина Ефремова, так и их коллеги Анна Адова и Максим Дроз представляет спектакль «Женатый, но живой». Так что приходите в Чеховце, замечательная работа, потому что я поставил очень хороший режиссёр, я думаю, вам это обязательно понравится. Оля Лапшина, как мне кажется, одна из самых интересных актрис, сегодня снимающаяся в нашем кино в Теремиде и играющая в театре Евгения Миронова. Замечательная, признательная, как и Иосиф Брус, Евгений Сталочин, музыкант, который играет на курсе в инструменте, давно уже позаблёт он многими. Оля, поздавтра отправляется в Южный Клис, где будут радоваться своим искусством. Тоже полечами в прошлом году впервые там были. Так, вот это я вижу Алёну Стучёву, кинокритика и Фаина Шашкина. Мы не успели познакомиться, но он из Воронежа. И он представляет, как и Алёна, анимацию здесь, на этом фестивале. Алёна сделала очень много для фестивальной газеты. Мы не разрешили мужчине переодеться в Теремиде, но, как я очень хотел, но я в том, что пользовался впереди. Виталий Рейсен. Я немножко языков плохо вижу, но буду как-то так между вами здесь ходить, чтобы разглядывать своих коллег. А вот это вот идёт сейчас композитор, который представляет немецкую картину. Бонза Степана Миколес Грегор. Картина немецкая, но такое сложное имя композиторам. Очень рады, что он приехал на фестиваль и представляет картину, которая называется «Райк». Роберто Дамебис, он прилетел из Чили и Сантьяго и представляет свою картину «Растение». Алисай Адам сегодня из Теремиева Престел тоже представляет свою картину как композитор. Вообще у нас в этом году очень широкая география участников фестиваля. Множество стран в Танзании, Иране, как я уже сказал, чилийцы представлены на фестивале. И, естественно, ваши соседи ближайшие, корейцы, японцы, китайцы, мы действительно очень хотели, чтобы край света, это понятие было не только географическое, а действительно охватило весь мир. Иван Саматайев, Эд Шульжевский, Дима Тихонов. Этих артистов наверняка вы знаете по множеству сериалов, которые с успехом идут на различных российских каналах. Завтра ребята тоже разъезжают по Сахарину, Дима уезжает на Курилы. Ребята кто в Альнину, кто в Невске и будут дарить свое искусство. Ирина Мазуркевич, Народная артистка России, ведущая актриса Санкт-Петербургского академического театра комедии и имени Николая Павловича Акимова. Она приехала специально, чтобы участвовать в вечере, посвященном Эдару Санкт-Петербургске. Наверняка вы смотрели фильм о ветрах Гусария Богу, Вячеславу, Слово, Дародная артистка России. Ирина Мазуркевич сыграла самую главную роль. Она впервые на фестивале Край света. Ирина Мазуркевич, как-то не очень дружуете в Питер, что мы хлопаете. Погода-то одинаковая, что в Питере, что на шагарине, ребята. Видите, но там дождь, не страшно. Лена Борзова, главлятор Государственной премии СССР. Поклонники кино, наверняка, знают ее по фильму. Люди на болоте. За эту картину нам удостоена Государственной премии СССР. Молодежь наверняка смотрели сериал «Монетки», где она играла в этой картине. Сюда же она приехала вести мастер-класс по актерскому мастерству. Так что те актеры, которые записались, не пожалеют. Вадим Бенков, гитарец, выпускник мастер-класса Сергея Ивановича Герасима в своем время, живет сейчас во Франции и в Бельгии, но вот приехал на родину. Блеснательный знаток шансона французского, блеснательно его исполняет. Вадим Бенков, но правда завтра мы тоже отправляем его совсем далеко, на северные Курилы. Но вот есть возможность сегодня его посмотреть и увидеть. Звезда Киевского академического государственного театра имени Леси-Украинки, народная артистка России, народная артистка Украины, которая не побоялась, начиная с 2014 года, бывать здесь. У нее своя позиция. Лариса Кадышникова, замечательная, блестательная актриса, которая начала свой путь в кино еще в конце 50-х, снималась у швейцера в фильме «Время вперед», Василия Сурикова, снималась в фильмах легендарных Ильенко и «Белые птицы, черные отмети» для многих других, которые стали классикой советского кино. Народная артистка России, Лариса Кадышникова, Киев, Украина. Пытались без очков, так что все-таки вас далеко не покидать. Насколько я вижу, это Лиза Сгибнева. Как вы знаете, иностранные картины нужно как-то смотреть и понимать. Вот Лиза и ее команда сделали все, чтобы были сделаны субтитры, и поэтому все фильмы будут субтитрами. Лиза работает на Московском фестивале, я очень рад, что он готовил восклавить эту службу и здесь, на фестивале «Край света». Так, а это Рафик Мавсисян, он представляет фестиваль «Золотой апрекос» в Ереване. Известный фестиваль, уже имеющий многолетнюю историю и представляет во внеконкурсной программе два фильма Арутюна Почетряна. Кинокритик Рафик Мавсисян, Армения. Плохо аплодируйте, ребята. Вот, давайте вы, моя группа поддержки, а то у меня сейчас голос сядет. Председатель жюри основного конкурса, выдающийся польский режиссер, чьи фильмы были отмечены наградами на Берлинаре в Ханнах и Венеции. Наверняка, кто-то из них видел и ваши квартальные отчеты фильмы с Майей Комаровской в свое время. Это, наверное, один из самых любимых режиссеров в нашей стране. Шестов Занучий, пан Шестов Занучий, Польша. Многие российские студенты, которые учатся в кемиотографических вузах с наслаждением слушали его лекции и продолжают это делать. И Наталья Польчешкова, Наташа, знаток польского кинематографа и благодаря ей фан Шестов приехал в наш телевизор и будет возглавлять наше многонациональное жюри основного конкурса. Так, я буду приближаться, поскольку все-таки плохо вижу без очков. Что? Сейчас буду... Вы меня простите, а я буду... это Никика Ватанабе, знаменитая японская актриса и сценарист за плечами 50 ролей в кино, лауреат азиатского Оскара. Мы очень рады, что господа Ватанабе сегодня здесь. Она представляет Японию в жюри конкурса. Никика Ватанабе. Никика Ватанабе. Ее картина недавно получила приз на фестивале в Москве, на фестивале Тумору. И из-за того, что представляет Германию в жюри конкурса нашего фестиваля, она, кстати, очень долго летела и даже пришлось часов в 10 побыть в Шеремейсево, но прилетела и сразу с колес на нашу дорожку и сразу работать. Но вы увидите также ее картину в специальном показе. Мы пользуемся случаем для того, чтобы представлять режиссеров не только вот так в зале, когда они вместе с нами смотреть фильмы и их работами. Как и выдающийся советский, грузинский, российский режиссер и сценарист Ираклий Квирикадзе. Ираклия давно ждали на краю света, насколько я знаю, но вот не получалось, и сейчас он, к счастью, приехал. Ираклий Квирикадзе поклонники наверняка видели картину «Плавец». Его режиссерскую работу, одна из пультеров картин советского кино в 80-х годах. Кто-то видел его работу как сценариста в картине того-то, Александр Кокков, я надеюсь, что наши обязательно тоже примут участие в этом вечере посвященном. Ирина Ильичева, бесследно-секретарь жюри многих российских телефестивалей и главный редактор премии кинематографических услуг Нико. Я с ним тоже работаю на многих своих фестивалях в разных сетях мира и операции и расслабления и тоже приехала сюда. Александр Кокков, человек, который не смотрел Брестскую крепость. Брестская крепость призвал лучшую пиву о войне за последние 25 лет. А во двухокусном показе мы покажем картину Саши Кота, которая называется «Инсайд». Она была в прошлом году на Кинотавре. Александр Кокков, тоже член жюри-фестиваля. Пожалуйста, да, мои господа. Валерий Ерёменко, заслуженный артист России, актер Московского академического театра имени Моссовета. Мой большой друг, а я его большой поклонник, у него потрясающий голос. Мне кажется, лучшую партию Иуды в спектакле театра Моссовета «Иисус Христос с опер-звезда» не исполнял никто. Валерий Ерёменко и сегодня он тем, кому посчастливилось попасть на церемонию открытия, будет работать и для вас, дорогие зрители. Как эти потрясающие артисты, звёзды театра, кино и телевидения, Антон Макарский и Виктория Морозова, они прилетели специально на один день на этот фестиваль, на открытие фестиваля. Но перед ними вот выписался молодой человек с сединой с водоаппаратом Игорь Шагов. Выставка его работ будет представлена Сахалинцем. Игорь представит на суд свои фотоработы, потому что он мастер портрета и многие звёзды считают за честь сниматься у него. Антон Макарский, Вика Морозова. На один день на шагалинцем для того, чтобы участвовать в церемонии открытия фестиваля «Край света». Я знаю, что вы их любите, они несколько лет тому назад были здесь и очень хорошо, что они снова с нами здесь. Сергей Лось. Так, вот они, Сергей Лося. Екатерина Белоцерковская, замечательная февица, актриса. Завтра она будет выступать на площади перед мэрией и участвовать в концерте, посвящённом дню города Южно-Сахалинска. Вместе с Борисом Грачевским, который приезжает завтра. И мы обязательно для детей покажем программу фильмов «Еролаша». И Сергей Лось, мой давний партнёр, возглавляет компанию «Фес-Синема», полагает многим кинематографистам осуществлять свои мечты и приводить фестивали в разные уголки нашей страны. Эдис Залакс представляет Латвию. Только что я закончил свою продюсерскую работу, однажды в «Резекне» и Эдис сыграл там одну из главных ролей. Это было в августе, вот мы продолжаем работать вместе. Эдис также будет ездить по разным городам в Соколинской области. Эдис Залакс. А дальше режиссёр из Кабардино-Болгарии Владимир Битоков. Он прилетел из «Солнечного найчика» сегодня. Володя только что выиграл грант. Он выпускник мастерской Александра Сапурова и будет ставить полнометражную картину. Владимир Битоков. Нина Ромодановская. В этом году у нас снялась, к сожалению, практически на 100% команда «Маслы». Ниночка возглавляет «Кровь и синего». И фестивальная газета, который первый номер сегодня появился уже на фестивальных объектах. Это рука её тела и её команда. Нина Ромодановская. Пожалуйста. Прошу любить и жаловать. Александр Борташевич. Мэр города Резикна из Латвии. Именно там четыре года уже проходит фестиваль Open Play. Фестиваль короткометражного фильма «Одиннадцати стран» «Одиннадцати стран» «Италия, земля, Англия, Швеция, Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Россия участвуют в этом смотре. Александр Борташевич инициатор этого фестиваля. И вот мы вместе в августе проводим этот смотр и панорамой здесь и картин. И когда я вам представлял Джорджи Расмусона, это как раз фильм победитель фестиваля Open Play. Мой коллега продюсер из Аргентины, Англии, Словенска, где он ещё не жил Алекандро Вайсман. Прошу любить и жаловать. И я благодарен Алекандро за то, что он помог посменять картину «Велизмы», вот так, что вы представляли её на киношоке. Алекандро Вайсман, ваши госфильмофондовцы я приглашаю первого заместителя генерального директора госфильмофонда России Аллу Хаецкую. Госфильмофонд крупнейшее собрание фильмов в мире. И я очень рад, что представительная делегация из госфильмофонда сегодня здесь на звёздной дорожке в Южно-Сахалинске. С Аллой Алексеевной вы тоже давно сотрудничали. Я знаю, что в марте апреля сюда приезжали кинообеды госфильмофонда и представляли по инициативе киноослугового объединения влоги фильмы здесь. И вот это сотрудничество я надеюсь будет продолжаться между Министерством культуры Сахалина и госфильмофондом. И поэтому очень благодарен моим коллегам, что они тоже здесь. Сергей Мельничук главный инженер госфильмофонда и директор кинотеатра «Иллюзион» госфильмофонда России Жанна Мельничук. Кстати, совсем недавно в день российского кино 27 августа мы все вместе открывали центр Берара-де-Фолье в городе Саранске. Куда приезжал Берар, наверное, вы знаете, что он теперь перескранил Россию именно в Саранске. Но вот ему так нравится, что открыт целый центр. И Сергей Васильевич гневал и ночевал для того, чтобы этот центр был открыт. Я когда пришел за три часа до открытия, там стояли леса и еще привинчивали стулья. Но в шесть часов, да, это он, но в шесть часов все открыли двери и все заработало. Жанна и Сергей Мельничук. Вадя великая актриса, я ее обожаю и кланюсь низко. Со времен «Доживем до понедельника» и «Зорь Тихих». Народная актистка России, лауреат государственной премии, ведущая актриса Московского академического театра имени его совета Ольга Островубова. Впервые на фестивале «Края света». Ольга Михайловна тоже будет принимать в вечере, посвященном Дану Александровичу Рязанову. Еще не все гости, которые будут принимать счастье в этом вечере, приехали, но приходите, это будет действительно посвящение Рязанову, тем более, что вы знаете, наверное, фильм «Остров» он впервые снял на Сахаре. Это была документальная картина и, по сути, отсюда началась его биография. Валерия Кущина, ну, ваша землячка вместе с листой Викой, Валерия Александровна Кущина, генеральный директор гильдии актеров кино России. Ну, кроме того, мы с ней вместе начинали энное количество лет тому назад первый и единственный, уникальный в Европе фестиваль актеров советского тогда кино, потом российского кино, «Соответствие». Это был первый постперестроечный фестиваль в нашей стране, фестиваль актеров кино России. Валерия Кущина, генеральный директор гильдии актеров и генеральный директор фестиваля «Созвездие». Заслуженный работник культуры России и вашим землячкам и при любой возможности не отказывать себе удовольствия оказаться на Сахарине. Оксана Сашенко, заслуженная артистка России, замечательная актриса, ну, и Влад Мина, большинство, наверное, знают Оксану по, конечно же, сериалу «Возвращение Мухтара». Вы смотрите НПВ, да? Да, девочки, узнали. Но кто не только среднее и старшее поколение смотрит, но и молодежь Мухтара любит. Оксана блестательная певица. К счастью, она будет до конца фестиваля на Сахарине, но завтра мы ее отправляем очень далеко, в Ноглипин и на Каху. Но она 15-го вернется. Обязательно вернется. Оксана Сашенко, Влад Мина. Наш ведущий киновед и кинокритик Андрей Шемякин, он приехал на фестиваль для того, чтобы снять свою программу для канала «Культура» вместо с Ольгой Головиной. И в то же время провести один из мастер-классов «Бродром и другие». Действительно умнейшая голова, я бы сказал, светила нашего киноведческого церва, вице-президент и людей киноведов и кинокритиков России Андрей Шемякин. И я надеюсь, потом мы обязательно это увидим на канале «Культура». Дина Радбель и Дмитрий Намычкин. И Валентина Кирсанова. Дина Радбель и Дмитрий Намычкин занимаются сайтом фестиваля с этого года. Живут на несколько стран. В Израиле большую часть времени, но и у нас в России. Валентина Кирсанова возглавляет службу размещения всех гостей фестиваля. Я думаю, что мы учтем обязательно все пожелания по сайту этого года, потому что на русскоязычном направлении здесь у нас все хорошо. Мы пытаемся привлечь переводчиков с вашей стороны, чтобы сайт заработал и на английском языке. Но тем не менее, ребята, включившись с работой в августе, они очень много сделали, чтобы сайт заработал. Валентина Кирсанова, Дмитрий Навычкин, Дина Рафель. Лауреант Государственной премии СССР. Моя любимица, моя давняя-давняя подруга, с которой мы давно не виделись. Ольга Агудина! Одна, наверное, из самых ярких актрис своего поколения. Замечательная телевизионная ведущая. Я не буду представлять ее телевизионную работу на канале Культура, вы ее все знаете. Мне же нравятся ее картины, ее работы в фильмах. Замечательная была работа в фильме Алексея Учителя, дневник его жены. Кироман наверняка знает эту картину. И я рад, что Оля приехала. Она, кстати, будет ведущей церемонии закрытия фестиваля вместе с Егором Корешковым. У нее очень любезный чемодан потеряли. Привезли только вот спустя три часа вторым рейсом. Поаплодируйте, но все равно она не унывает. И Владимир Макилевский. Он будет вести мастер-класс по монтажу. Это очень важно для кинематографиста правильно смонтировать свою работу. Ольга Путина, Владимир Макилевский. Ну все, дождь мне залил практически уже все, что можно. Эти очки все-таки я сниму. Насколько я вижу Татьяна Чагина. Правда, вы за что в Таня подайте сигнал. Правильно я вижу? Правильно. Татья Таня Чагина занимается в геотерапии институтом пропаганды нового немецкого кинематографа в России. В основном в Москве. И благодаря ее усилиям как раз Изабель Стеверс у нас в жюри. И вы увидите панораму немецкого кино. Ну и Антон Бильжо он привез свою картину Рыба-мечта в конкурс. Еще один конкурсант в данном случае от России. У нас всего две картины от России. Вот одна из них картина Антона Бильжо. Девушка, залпирят пройдите. Дамы, дамы, господа, погляньте. Дедушек слепой. Надеюсь, что все-таки я вижу кто там идет. подойдут еще выезжают. Все равно. А, это наши журналисты. Да, Юля Калашникова. Спасибо. И Михаил Потапов. Вот как раз Миша будет вести мастер-класс по сценарному мастерству. Ну, а я уже представил нашу девочку Юры Калашникова напишут для журнала Лавры кино. Мне кажется, одно из самых интересных изданий, которое появилось в последнее время у нас в кино. Да, тоже у нас там дальше идет. Артур Евтушенко. Да, дайте зону. Ребята, охренеть, не заживу до конца фестиваля. Артур Евтушенко отвечает за техническую сторону на фестиваль. Наташа Дмитриевская, руководитель мастер-класса. Вот все те от 13 мастер-класса за них отвечает как раз Наталья Дмитриевская и Артур Евтушенко, технический директор фестиваля. Все кинофоказы. Вот снялся даже в эпизоде, вот видите, теперь уже развестил, что хватит, Артур, проходи. Пожалуйста. Вы вижу, все равно. Может быть, куда-то влезет. Пожалуйста. Аня, конечно, Аня Пенченко. Она каждый раз преображается. Я все время ее не узнаю. Но лучше специалиста по подготовке режиссерских кадров, чем Аня нет. Поэтому, я думаю, такое количество записавшихся на ее мастер-классы. Приходите. Анна Пенченко. Именно она занимается мастер-классом по режиссури игрового кино. Калибрики. Так, все-таки пойду дальше. Здорово. Следующий. Ведь мог быть, проза, да. Ирина Евтеева. Один из лучших аниматоров нашей страны. Ее картины получили множество наград на международных кинофестивалях. Ира тоже привезла свою работу. Она живет в Питере, кандидат искусствоведения и обязательно покажет на своем мастер-классе по анимации. Я очень рад видеть Яй-Ян-Дзюня, генерального секретаря Пекинского союза кинематографистов, лауреата фестиваля «Золотой петух» в Шанхае, одного из ведущих телевизионных продюсеров Китая, вместе с супругой и господина Бай Сюрхуна, который помогать будет работать. Яй-Ян-Дзюню, Яй-Ян-Дзюнь возглавлен член жюри от Китайской Народной Республики. Вот они буквально с самолета самолета опоздали из Харбина, летели из Пекина, потом в Харбин. Яй-Ян-Дзюнь, Пай Сюрхуна, и супруга, и супруга Яй-Ян-Дзюня. Сейсин. Ну так, все что я. Сейчас пробегусь. Ну что, дамы и господа, спасибо, что вы вместе со мной под этим дождем промокли, а мне уже выходить через три минуты на сцену. Редактор субтитров А.Семкин